Под угрозой увольнения сотрудники промышленных предприятий трудятся на полставки. Полдня на рабочем месте, остальное время на общественных работах. Впрочем, скоро могут остаться и без этой подработки. Денег на такие меры государство стало меньше выделять. Говорят, предприятия выходят из кризиса самостоятельно. А тем, кто не справляется, поддержка правительства уже не поможет. Вместе с тем источниками напряженности у нас остается ряд предприятий. Это и авиационный завод, который на сегодняшний день не имеет перспектив. Это Балашовский текстиль. Есть проблемы с освобождением, планируется на Петровском заводе. Массовая амнистия в области. А значит, проблемы у Министерства занятости прибавятся. У бывших заключенных нет ни работы, ни жилья. Из мест лишения свободы в Саратов приедут люди и из других регионов. Ведь досрочное освобождение коснется всей России. Чтобы опять не пошли на дело, нужно их чем-то занять. Но как это сделать, областные чиновники не знают. Амнистия касается многих категорий граждан. И подростков, и женщин. Поэтому две проблемы возникают. И уже пошли в такие обращения, связанные с отсутствием работы и жилья. Нет на федеральном уровне нормативной базы, которая бы позволила обеспечить приоритетное трудоустройство данной категории. То есть резервирование рабочих мест, которые когда-то были при социализме, на сегодняшний день эта норма не существует. Квотирование не предусмотрено. Но мы здесь на региональном уровне ничего предложить, к сожалению, не можем. Но мы на сегодняшний день по каждому центру занятости расписали, сколько, куда этих людей, чтобы индивидуально каждого такого человека на контроль. По трудовым ресурсам Красноармейск в зоне риска. Говорят, выпускники вузов на малую родину не торопятся. Областной центр притягивает как магнит. Считается, большие города – большие возможности. Трудоустроиться легче. Да и денег платят побольше. Большое внимание в текущем году уделяется трудоустройству выпускников. Могу сказать, что у нас в этом году изменилась сама программа с введением института наставничества и увеличением срока стажировки до 6 месяцев. Работа ведет более активно. На сегодняшний день направлены стажировки 237 выпускников с привлечением 105 наставников. Но сложнее всего трудоустроить выпускников вузов, считают чиновники. Молодые специалисты не хотят работать, где придется, потому в службу занятости не обращаются. А те, кто приходит просить помощи в трудоустройстве, после от нее отказываются. Маленькая зарплата не устраивает. Ждать у моря погоды для современной молодежи уже стало нормой. Поэтому перед правительством стоит глобальная задача. Нужно не просто выделять деньги и писать программы, но и вести информационную работу среди молодежи. Привлекать, заинтересовывать. Тогда проблема трудоустройства не будет стоять так остро. Мария Смирнова, Антон Романов, ТВ-центр Саратов.